Пока полиция проверяет всех гуляющих по улицам, испанцы учат песни Виктора Цоя. Так родина Корида и Фламенко начинают выходить из всеобщего карантина. Там сейчас живет наш бывший земляк, красноярский журналист Илья Керпс. Как Испания, где сейчас больше 230 тысяч зараженных ковид, начинает возвращаться к привычной жизни в новой серии проекта «Жизнь без короны». Всем привет из Испании. Это провинция Жирона, город Лорет-де-Март. Испания объявила режим чрезвычайной ситуации еще 14 марта. Тогда в стране запретили выходить на улицу всем, без исключения. 2 мая началось послабление карантинных мер, тогда людям разрешили уже выходить на улицу. Это нулевая фаза, когда взрослые могут гулять с 6 до 10 утра и с 8 вечера до 23 часов. Для пенсионеров было свое время, это с 10 до 12 часов дня. Очень многие люди до сих пор ходят в масках, в перчатках. Это обязательное условие, которое, скорее всего, даже уже ведут до 4 июня. Сейчас привычное утро Испании начинается с того, что на улице выезжает машина со специальным дезинфицирующим средством, которое моет улицы города. Все асфальтовые покрытия, все поребрики, все заборы, особенно территории возле магазинов, то есть где скапливается большое количество людей, вымывают набережные. С понедельника наша провинция перешла к фазе номер 1, где уже можно ходить в бары, рестораны. Эти заведения начали открывать свои помещения, свое обслуживание только на террасах. Сейчас также запрещено у нас посещать пляжи, загорать, купаться, но несмотря на эти ограничения, люди все же умудряются это сделать, особенно семьи с детьми. Настроение в обществе в связи с вот этой вспышкой довольно-таки понимающие, позитивные люди постоянно здесь в 8 вечера выходили на балконы, аплодировали. Испанцы учили песни Виктора Цоя, исполняли их. Многих людей начали сокращать, сокращать по причине того, что компания не могла выплачивать зарплату людям. Сразу же они переходили на социальное обеспечение, это около 70-80% от заработной платы твоей. Крупные города, такие как Барселона и Мадрид, до сих пор находятся в нулевой фазе, когда только разрешено гулять на улице, при этом никакие заведения у них не работают. Полиция, кстати, здесь постоянно патрулирует улицы, не прекращает, вот уже третий месяц ездит, делает замечания, я сам несколько раз попадался на этом. Когда идешь с магазина, они останавливаются, приезжают, спрашивают, откуда ты идешь. Просили даже показать чек, что ты действительно делал покупки, а не ходил с пустым пакетом или с каким-то просто набитым пакетом. Впереди у жителей Испании, естественно, еще и вторая, третья, четвертая фазы выхода из чрезвычайной ситуации, когда будут открываться новые офисы, когда будут обслуживать рестораны уже в полном объеме, когда будут обслуживать магазины людей без каких-либо ограничений, без очередей, когда откроются торговые центры. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова